Ему было всего 16, но вместо школьной парты он выбрал пороховую гарь. Шел 44-й год. На всех фронтах советские войска громили отступающих фашистов. Нарудин Ганиев, воодушевленный подвигами советских моряков, всеми правдами и неправдами любой ценой, решил попасть на флот. Районный военком не стал препятствовать желанию мальчишки, потому что фронту нужны были новые свежие силы, чтобы одолеть врага. Каждый год 9 мая Нарудин Ганиев надевает свои ордена, как и тысячи и тысячи ветеранов, участников боевых действий и живых свидетелей той войны, которых с каждым годом становится все меньше и меньше. Тех, что когда-то с победой возвратились к нам. Раненые говорят, куда везете нас? Куда везете? Мы говорим, лечиться. Один выступает, без обоих ног везем. И он говорит, я не хочу. Куда вы? Я говорю, в Ульянскую область поедете, в Сосновку. Я не хочу. Я хочу Гитлера голову разбить. А потом везите обратно, везите. У него такая депрессия была, Елея успокоилась. Ладно, сейчас я говорю, повернем поезд. Рафике Халиловне было всего 14 лет, когда она попала на фронт. Совсем юная школьница за считанные месяцы выучилась на санитарку, и целый класс девчонок, самых смелых и отважных, первым же эшелоном отправили на поля сражений. Но война оказалась страшной кровавой действительностью, несравнимой с детским воображением и рассказами очевидцев. 14-летней девчонке пришлось пережить все. Она видела и боль и страдания, и смерть, и слезы. В товарных вагонах они увозили с поля боя раненых солдат. У каждого из них была своя история войны. У каждого из них была своя победа. Миллионы смертей, миллионы покалеченных судеб. Никто не забыт, ничто не забыто. Это день национального триумфа и народной гордости. День скорби и вечной памяти. Великая победа досталась нам ценой невосполнимых потерь. Десятки миллионов погибших. Тысячи сожженных городов и сел. Разрушенные фабрики и заводы. Уничтоженные памятники культуры. Мы никогда не забудем, что свободу и долгожданный мир отвоевали наши предки, капитаны и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики, старики, женщины и дети, люди разных национальностей и профессий. Барызгы да, нықселаметлик, имен тұрмыш тілим. Кукларывыз аяс қамтыныш, күндарвыз имен бұлсын. Бейік жуңу бейраме білен, спразикым, зінем великой победы. Ура! Парад! С того памятного мая минул уже 73-й год. Но с каждым парадом победы приходит осознание того, что никто и ничто не в состоянии умолить величие подвига народа. И с каждым военным парадом это величавое шествие служит доказательством силы, мужества, отваги, любви и верности людей своей отчизне. 2000 бойцов, 15 единиц военной техники, включая «Катюшу» и знаменитые танки ИС-3 и Т-34. Ежегодно посмотреть парад победы приходят тысячи зрителей. Действительно, это завораживающее зрелище. Здесь в самом воздухе витает этот дух победы, а каждого переполняет чувство гордости за великую историю великой страны. Позже, в мирное время, историки скажут, что Вторая мировая война тогда послужила мощным рывком в развитии военных технологий. Оборонная промышленность Советского Союза в нарастающем темпе обеспечивала непрерывную поставку вооружения советской армии. 9 мая 2018 года немало восторга у зрителей вызвали исторически значимые экспонаты, а также боевая техника с образцами, стоящими на вооружении у российской армии и силовых ведомств. Знающие толк в военном деле с большим желанием делились информацией о том или ином экземпляре. Оружие, оно как-то все равно притягивает. Вот потрогать его, оно даже, как живое, что ли, как сказать, интересно. Затвор взять, открыть, почувствовать себя, как говорится, мужиком настоящим. Но какой притягательной мощью не обладало бы оружие, военные всегда повторяют, что оно должно быть максимально безопасным. В каждой татарской деревне, в русской деревне, когда проезжаешь на центральной площади, стоит монумент, и там список 90 человек вот с нашей деревни, где я, ну, у меня бабушка жила, с дедушкой, 90 человек не вернулось. Огромный список. По сути, это та цена, которую мы заплатили в свое время за то, что мы сейчас вот так живем. Казалось бы, что выросло уже новое поколение людей. Для них Великая Отечественная война это далекая история. Но каждый год, 9 мая, во всех городах люди идут нескончаемым потоком к памятникам и мемориалам славы. В Мамадыше на улице развернули настоящий медпункт, чтобы показать, в каких условиях лечили раненых. В Альметьевске горожане увидели боевой ЗИС-5 и легендарную Катюшу. В Нижнекамске попытались воссоздать военный привал вместо тишины и покоя. Там, где в войну солдаты могли передохнуть перед тяжелыми боями. В День Победы кто-то здесь вспоминал юность, кто-то вспоминал рассказы своих родителей, дедов и прадедов. Идзира Юзаева и Роман Сменов «Семь дней». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова